Данное при рождении имя не только определяет характер ребенка, от него зависят и карма, и отношение к нему окружающих. Имя человека – это не просто благозвучный набор букв, это определенная вибрация, которая может быть как положительной, так и отрицательной. Поэтому к выбору имени ребенка нужно подходить взвешенно и обдуманно. Имена, вызывающие неприятные ассоциации. Например, вам всю жизнь на пути попадаются люди с определенным именем, которые вам по разным причинам не очень симпатичны или даже доставили вам неприятности. Вряд ли у вас возникнет желание назвать этим именем своего ребенка. Но вашего партнера, который не обременен подобным опытом, вполне может. В этом случае стоит настоять на своем и предложить второй половинке компромиссный вариант. Вообще при выборе имени для ребенка старайтесь внимательно прислушиваться к своей интуиции и любые внутренние сомнения трактовать против того или иного варианта. Негармоничное сочетание звуков. Старайтесь выбирать имя так, чтобы оно не причиняло слухового дискомфорта и диссонанса. Рычащие, звенящие, шипящие звуки фамилии нужно уравновесить с именем его будущего обладателя. Обратите внимание и на то, как гармонируют имя, фамилия и отчество. Имя – это визитная карточка человека. Необычные и иностранные имена. Некоторым родителям хочется дать ребенку необычное имя. Безусловно, это делается для того, чтобы он отличался от других, был особенным. Но иногда в этом желании родители заходят слишком далеко, называя детей устаревшим именем, давая им имена персонажей книг, героев сериалов или исторических личностей. Прежде чем пускаться во все тяжкие в этом плане, узнайте, что это за имя, что оно обозначает, точно ли оно будет хорошо смотреться с вашей простой русской фамилией. Подумайте, не будет ли оно вызывать ненужных ассоциаций. Каким бы красивым не было имя, которое вы мечтаете дать ребенку, ему придется жить, учиться и работать, ходить в детский сад здесь, на его родине. Поэтому не стоит его делать сразу объектом насмешек. Память об умерших. Как бы вам не хотелось назвать своего ребенка в честь родственника, уже ушедшего в мир иной, лучше воздержаться от этого желания. Во-первых, могут возникнуть ненужные ассоциации, сами того не осознавая, вы будете свое отношение к тому родственнику проецировать на своего ребенка. А это не нужно ни вам, ни ему. У малыша должна быть собственная жизнь и судьба, а не та, которую вы ему пытаетесь навязать. К тому же это не слишком правильно с кармической точки зрения, если вы в это, конечно, верите.